Провести лето с корыстью вырышили школьники у старых дорогах. Успекотные летние дни на улицах с лопатами и с крапками. На протягу восьми годов юные археологи доследуют курганы в улицах Стародорожского района. С рода находок есть и соправные исторические открытия. Подробя с ней Наталья Кезик. Выучать историю на месяце раскопок. У археологичных лагерей девятиклассницы Алина проводят летние каникулы, другий год за пар. Кожная знаходка для ее вельми ценная. Летость школьнице удалось откопать патерки. Как показала экспертиза, у земли яны пролежали с десяток ста годзил. Поначалу было страшно, а потом привыкаешь и все. Когда мальчики снимают верхний слой земли, то мы помогаем им потом тоже копать и уже более-менее перебираем песок, может что-то ценное в песке находится. Усе знаходки школьников обовязково отправляются на экспертизу и додатковые доследования у Института истории Академии и наук Беларуси. У стародорожских лесах юные археологи працуют не выпадково. Земля тут – соправдная скарбонка для историков. Археологичный лагерь в стародорожском районе працует уже восьмый год запад. Шастей за все школьники доследуют восьмые круглые. Они датуются десятым, дванадцатым ста годзям. За этот час дети нашли останки 15 человек. Побыч, как правило, знаходили и уластные рычи – збаны, беклашки и навод мяки для ежи. Але самой ценной знаходкой для юных археологов стали патерки. Нитка, на якую яны были нанизаны, як показало доследование, зроблено от шерсти верблюда. Ах это значит, что стародорожская земля десять с того дзю тому была центром международного гандлю. Это, видимо, нить где-то с Волги, Булгар, еще какие-то города, которые там были, которые ходили вместе с варягами и русичи, и славянские воины, и торговцы ходили вместе с ними на Волгу туда и привозили оттуда различные товары. За лето у старых дорогах археологичный лагерь организовывают у двязмены. Сюда, как правило, приходят дети старейших классов. Коли сприя я на двор, я то на час працы разбивают палаточный лагерь. Молодшие школьники на лето плануют вакации у районным центра Ромёстового. А тут на выбор занятки музыкой, танцами, майстер-классы по плетенье, ткацтве и вышивцы. В последнее время я наблюдаю такую тенденцию, что детям очень нравится посещать наш центр Ромёстового. Мы во всех на устах. Дети знают, где мы находимся. И у нас за этот год наблюдается очень большой поток детей, которые к нам ходят. У таких лагерях дённых изнаходжения за летние месяцы отпочнуть больше за 30 тысяч школьников в Минской области. И они могут тут подтягнуть замежную мову и захопиться физикой, математикой альбо химией. Наталья Кезик и Анатоль Долатовский. Агентство Телиновин.